Эта удивительная история началась давным-давно в России. Главной стране строителей лучшей жизни. Выбирая когда-то президента, эти люди мечтали очутиться в сказке. Но попали, как и герои их любимого фильма «Ирония судьбы», в совсем другое место. Почему, даже обнищав, россияне совершенно не парятся о том, что их страна превратилась в ад? Тереть там нам нечего, уже все потеряно. А выберешь, вдруг будет еще хуже. Проглатывают все, о чем им врет власть. Какая гадость, какая гадость. Давайте откупорим шампанское, откроем матрешку и узнаем, как самый известный российский новогодний фильм отображает сегодняшнюю российскую действительность. И как, глядя в телевизор, россияне смеются сами над собой. Праздник Нового Года в стране иронии всегда начинается с главного ее символа – зеленой красавицы. Женечка, у меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Неожиданно для пенсионера из Нижегородской области местная власть конфисковала у него огромную ель и выставила украшенное дерево на центральной площади. Две голубые ели на своем участке он посадил еще в 1995 году. Они росли почти 30 лет. Но вдруг приехали сотрудники управления благоустройства администрации Бора и ели спилили. Нарядная елка – счастье в доме. Неважно, получится у вас скромное деревце, как в Рыбинске или кокетливое, как в Твери. Главное – украсть, ой, украсить его вместе и с любовью. Олег предлагает встречать Новый Год, между прочим. Ресторане Останкинской башни, дай мне, пожалуйста, макушечку. Если макушечка потерялась или разбилась – не беда. То же самое давно произошло со многими очень серьезными тетями и дядями в Кремле. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жги. Это шутка, конечно. Своему народу главные деды страны приготовили особенные подарки. И вижу, сидят на полянке, кто бы вы думали. Войны наши. Это целый ритуал. Сначала приходит письмо-сюрприз. Гордитесь своим сином, вы достойного мужчину, война воспитания. Спасибо. Пожалуйста, возьмите. Поздравляю. А потом – большая, нарядная коробка. Тысячи таких уже вручены, еще столько же в пути. Это значит, новогодней радости хватит на всех. На Тихорецкую состав отправиться. Вагончик тронется пером, останется. Жители одного из кварталов города Нягонь 30 лет ютятся в тесных прогнивших вагончиках. Но каким-то чудом все еще не тронулись. Вот это как бы наше жилище, где проживают двое несовершеннолетних детей в таких условиях. Большинство обитателей бараков приехали сюда еще во времена СССР. В этих стенах выросли их дети и внуки. Так и ждут три поколения обещанного властью жилья. Другие россияне из Салихарда и Омска проводят второй десяток лет как философ диоген. Ребят, бочки! Люди живут в 21 веке в самом благополучном регионе России в бочках. Жилплощадь очень даже неплохая, если сравнивать с собачьими будками. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. А ловка украдет в Украине и привезет в подарок любимому тиктокеру. Как имя? Звали Адольф, но при сдаче переделали на Адидас. Достойно и мужественно. Мы назовем его Борт-Волк. Местных волков талантливые русские ученые давно научили ходить на задних лапах и разговаривать. Иди отсюда, иди, валяй. Способные животные даже сами освоили простейшие части методички. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Играть в России любят. И в войну, и на разных музыкальных инструментах. Если страну опять не пускают на конкурс Евровидения, приходится включать изобретательность. За 22 года народные кумиры России стали самыми громкими рупорами режима. А простой народ, наоборот, научился вести себя потише. Я пытаюсь учить их думать. Хоть самую малость. Иметь обо всем свое собственное суждение. Вы знаете, Наденька, а я представитель самой консервативной профессии. Да, мы можем с вами посоревноваться. Нет, я серьезно. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А вдруг оно ошибочно? Меня изолируют от общества и держат в тюрьме, потому что хотят, чтобы я молчал. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту песорубку войны еще огромное количество российских граждан. Бьет, значит любит. Это знает любой гражданин страны иронии. И бинтуя у Шибы соглашается с любимым президентом. Путин президент мира! Ура! Пойдите! Дубинкой просто так никто не молотит, если человек видит. А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур. Чтобы они помахали дубинками. Я понимаю. Ванная в каждой квартире, это правильно. Это удобно. Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Видите, Сашка делом занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один человек вот из деревни, где Сашка живет, провел себе воду, 100 тысяч потратил. Она у него и то горькая. Ой, тепленькая прошла. Коммунальные удобства для настоящего русского человека – это пережитки прошлого и мещанства. Добыть воду им помогает сама природа. Набираем снег с улицы, топим его. Вчера было 3-4 ведра воды, а сегодня уже нет. В этой деревне все на дождевой воде сидят или снег топят. И готовят, и чай пьют. А также получают сок и кофе. Причем с доставкой на дом. Путин – лучший президент. Мы настолько богатая страна, что у нас из крана течет кофе. Мне американо, пожалуйста. Спасибо. Вот представь себе, даже я. У меня тоже иногда ржавая вода из труп идет. Смешно, но факт. Стыдно даже сказать об этом. Понимаете? И ничего, привыкли. Здоровее будут долгожители здесь в деревне. Потому что без всякой химии вода. Химия у россиян бывает только одна. В романтических отношениях. И потом, если ты сейчас не женишься, ты не женишься никогда. Мама плохого не посоветует. В этом году прямо перед отправкой на фронт массово пошли под венец тысячи российских призывников. У нас спецавтобаза и разносится горько. Мобилизанты торопятся закончить все дела, в том числе жениться, уже не думая об оденье ресторанов и покупке костюмов и платьев с фатой. Белое платье? Какой пустяк. Ведь на кону стоит королева отечественного автопрома. Красавица Белая Лада. Невесты подъезжали. Приехали наши женихи. Естественно, прям спали. Все в грусть в глазах. Все такие прям уставшие, неупрятные. Главное, чтобы чувства были чистыми. Остальное как-нибудь сложится. Традиционная русская свадьба – это всегда особенное зрелище. Настолько яркое, что его запоминают на всю жизнь даже без фотографий и видеозаписи. Файт! Это на чурской свадьбе они вдвоем набухались, короче. Он кидаться начал, тот подошел, здравый один подошел, объяснил ей, как не делать, туда-сюда. Драки на свадьбах несменно перетекают в семейные побои. Только за прошедшие два года от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин. Это большая часть от всех убийств слабого пола в стране. Точных мужских жертв статистика не называет, как и главной причины таких трагедий. Самая популярная в России жидкость помогает сполна раскрыть свою силу и талант каждому. От дворника до чиновника. Да, мы делаем это. Йес! Алкоголизм для русского человека не порог, а святой ритуал. Например, русские солдаты-спасители, освободив квартиру украинки от ее имущества, сразу же очистились изнутри. Жидкостью для мытья кафеля. Вы только посмотрите, что они пили. Они ненормальные. Наверное, вооруженные силы прервали их пиршество, потому что недопито. Ах, какая гадость, какая гадость эта ваша взрывная рыба. Другое дело закусывать, как отважный русский воин. А ты видела когда-нибудь корм для кошек? Какой корм для кошек? Что жрем мы, то и жрут кошек. Я привез в Мордовию консервы, я раздал людям, там все, наверное, на иностранном написано. Боже, ну, угостил друганов, закусывали. Они хвалили, я говорю, это с лосося. Они вообще, говорят, хоть попробовали лосось. Под крылом само лодо, души, 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 зеленое море, торги, тихи. Водка и самолет – классическое сочетание для идеального отдыха. Вот они подерживают. Каждого русского. С приходом санкций и отменой авиарейсов россияне берут новые высоты. Космические. Лично контактируют с инопланетянами и общаются на языке алко-межгалактической дружбы. Можете разговаривать. Да, я говорю. Поговорите с нами. Санкт-Петербург, приветствуем вас в этом светлом пространстве. И мы рады, что вы затронули эту тему. Оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса. Много лет россияне надрывали животы, смеясь над нетрезвым потеряшкой Жени и Лукашиной. Пока не превзошли его во много раз. Послушайте, ну вы хоть что-нибудь соображаете, а? Все без... Где вы находитесь по-вашему? Потом нас собрали, отправили ближе к границе, сказали, что будем стоять на границе. Потом внезапно мы перешли ее ночью, проехали дальше. Нам не говорили, куда именно мы едем. Все уже узнали про территорию Украины, когда номерные знаки, флаги. Судьба посмеялась над второй армией мира куда громче, чем в кино. Алло! Алло! Извините. Галечка, это я. Ты в Ленинграде? Мама, я в кино на Украине. А что, да, Алло, это правда, что ли? Да. Вы, ради бога, не залей возвращайся. Людка сказала, что теперь руки-нуки переломают. Спасибо, сестря. Мы тут, мама, мы тут, короче, ***, мы ***, мы как миротворцы, как там говорили, мы тут ***, оккупанты, людей убивали. Праздник в Россию больше не приходит, а ползет из последних сил. Ну, вставай же, ну, вставай немного еще. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. И он наступит. Только похоже на горло всем, кто славит кровавую страну. Но пока что россияне ждут чуда и продолжают делать то, что любят больше всего – пить и петь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете... Пусть всегда будет утка, колбаса и селедка. То вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать. Пусть всегда будет утка, колбаса и селедка. Продолжение следует...